Нурсултан Азарбаев провел переговоры с Владимиром Путиным. Президент Казахстана отметил плодотворность прошедших переговоров в рамках неформального саммита глав государства СНГ, а также остановился на вопросах евразийской интеграции. В свою очередь, Владимир Путин поблагодарил Нурсултана Азарбаева за инициативу провести в Казахстане встречу специалистов высокого экспертного уровня по развитию цифровых технологий. Лидеры двух стран отметили успешное развитие двусторонних отношений, а также обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики, освоения космоса и цифровой экономики. Вся разная очень доверительная встреча с нашими коллегами по СНГ, свободный обмен мнениями, разговор, подведение итогов уходящего года, который был очень насыщенным для всех. Самое главное, мы отметили, что на территории СНГ царил мир, спокойствие, стабильность, что дало возможность нашим гражданам спокойно работать, воспитывать детей. Для России год был непростым. Санкционная политика, победоносная война в Сирии под вашим руководством восстановила гордость России и показала ее державой, которая может отвечать также за глобальный мир на земле, как ближайшему соседу, партнеру и союзнику для Казахстана. Все это очень приятно. Мы за этот год встречались неоднократно. Вопросы, которые были между нашими странами, нет. За 26 лет независимости развития как России, так и Казахстана мы только сближались. Создавали договорную базу, которая создала условия для нормальной работы. Сегодня кооперации в рамках Евразийского экономического союза показывают свою необходимость и возможность. Когда меня спрашивают, зачем этот союз, зачем таможенный союз, я говорю, если бы когда-то были таможенные границы между Европой и Америкой, Колумб не мог бы поехать туда. Или Марко Поло не мог бы проехать через Казахстан в Китай. А сейчас, через столько лет, мы открыли границы и чувствуем, что это полезно, товарооборот растет, кооперация растет. По сложным вопросам всем мы договорились по границе, по Каспию, по Байконуру и наши встречи в Челябинске, межрегиональные. Все это на радость, как говорится, нашим двум народам, которые жили всегда по соседству. Я считаю своей задачей укрепить эти отношения и продолжить и передать потомкам так же. Хочу поздравить всех россиян с наступающим Новым годом, что он был лучший. И этот год приносил каждой семье, каждому человеку радость, удовлетворение своей жизни, своей работы и процветание народа в России. Отношения между Казахстаном и Россией развиваются и очень успешно. Рост товарооборота у нас составил за первые 10 месяцев текущего года более 34%. Это серьёзное движение вперёд. Может быть, не то, что у нас накоплены прямые инвестиции в казахстанскую экономику свыше 10 миллиардов, а важно то, что мы переходим к другому качеству наших отношений. Хочу констатировать, что Казахстан был и остаётся нашим ключевым партнёром в сфере экономики и, безусловно, является нашим стратегическим партнёром в целом. Говоря обо всём этом, хочу пожелать вам и всему народу Казахстана новых успехов и всего самого наилучшего в наступающем 2018 году. Казахстан